Всем привет! Сегодня будет видео о Renault Logan Stopway, а именно о подсветке блока управления кнопок стеклоподъемников. Вот кнопочки у меня светятся, я их подключил как с одной стороны, так и с другой стороны. Светятся они при включенном зажигании, вот все потухло. Включаем зажигание, светятся кнопочки. Кому интересна данная тема, будем продолжать. У меня только передние стеклоподъемники, по заводу туда не подведен еще один провод, который идет от габаритов. По-нормальному, когда включаешь габариты, тогда и должны светиться кнопки стеклоподъемников. Поскольку провод никто тянуть не будет, хотя в реальности это все можно сделать, но кому это надо тянуть дополнительный провод, очень много проблем. Поэтому все ставят перемычку. Ощелкивается блок управления спереди, потому что здесь стоит защелочка. Есть видео полное снятие дверных карт у меня на канале, вот там тоже я все это показывал. Чтобы не терять ваше время, я уже поставил перемычку. Ее можно ставить не снимая разъем, можно также снять разъем, но сейчас все вам покажу. На передней водительской дверке это выглядит так. Желтый провод, это основной плюс приходит. К нему надо подключаться, чтобы при нажатии на кнопочку ничего не моргало. И рядом с зеленым здесь пустое гнездо. Сюда должен был приходить свой провод, подаваться провод от габаритов, которого нету. Вот его хорошо надо закрепить, чтобы он не вывалился. Я делаю это, делается это желательно многожильным медным проводом. Получается, при включенном зажигании все время будут гореть эти лампочки. Кого это устраивает, пожалуйста, я просто показываю, как можно сделать. Также зафиксировать эти провода можно по-разному. Было бы только желание. Можно даже к желтому подключиться с помощью вот таких клипс. А здесь ставить узенький разъемчик. Вот, от акустики колонок подходят узенькие. Ну, есть, хватает таких вот. Или просто втыкнуть провод. Можно попробовать для эксперимента. Кому нравится, пожалуйста. Главное в клеммах зафиксировать хорошо провод. Способов море. Кому неудобно, можно отсоединить путем нажатия. И отсоединяется. Получается шестой плюс. Перемычка ставится на девятый. Вот, он пустой. Сюда должен был приходить плюс при включении габаритов. Со второй стороны точно так же спереди ощелкивается блок управления, потому что стоит защёлка спереди. Итак, здесь получается перемычка, поставленная зелёный плюс. Идёт. И рядом с коричневым пустой было пустое отверстие. Сюда я поставил перемычку. Получается плюс. Крайнее правое это третье. Четвёртое минус. А нам нужна пятая. Вот это пятая. С третьей на пятую ставится перемычка. Сюда должен был приходить на пятую провод плюсовой от габаритов. Включаем зажигание. Проверяем. Всё работает. Итак, подведём небольшой итог. Получается, при включении зажигания горят кнопки блока управления стеклоподъёмниками. Как с левой стороны, так и с правой стороны. Так что, кому интересно, пожалуйста, можете подключаться. Но гореть будет постоянно при включенном зажигании. Потому что нету провода с габаритов. Ну, подключать или не подключать, решать вам. Пробуйте. Каждый делает по-своему и как ему нравится. Решать вам. На этом будем заканчивать. Всем пока. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok